Доброго времени суток, дорогие друзья, уважаемые зрители, подписчики мои, обожаемые. С вами Татьяна Любимова, я природная ведьма. Давайте посмотрим, что между вами сейчас происходит. Ваша позиция по отношению к партнёру, его позиция по отношению к вам, что вас связывает, мысли, чувства. Посмотрим на символон сегодня. Может быть, возьмем ещё таро, но будем смотреть по информации. Итак, расслабьтесь, вариант будет один, ваша позиция, позиция партнёра, что вас объединяет, ваши мысли, его мысли, ваши чувства, его чувства, что от окружающих и что ожидает. Итак, вы, дорогие, положу карту, вам, думаю, будет видно, карта суда или инквизиция. Либо вы попали под обстрел косых взглядов и осуждений в связи вот с этой ситуацией, с этим человеком, в связи с вашей любовной ситуацией. Либо же вы сами призываете к ответу, вам не нравится данная ситуация. И здесь могут быть привлечены сторонние лица, родственники, друзья. Вы можете также взывать к помощи, чтобы прибегнуть к общественному осуждению. То есть вы посмотрите на вашу ситуацию. Если же вы в роли так называемой жертвы, здесь один из важных моментов. Вы сами допускаете чувство вины. Возможно, это привычка, потому что женщина олицетворяет образ, с одной стороны, невинной жертвой, просто осуждаемой и порицаемой. С другой стороны, пристальные взгляды и находиться под постоянным пристальным вниманием всех, кому не лень. Всем, кому интересна ваша личная жизнь. Но ещё один важный аспект. Возможно, кто-то из вас, дорогие, такую роль, вот такую жертвенную несёт очень давно и привык во всём винить себя. Виноваты вы или нет? Здесь есть чувство жертвенности, чувство вины. Не говорю, что это проиграется у всех. Но здесь вам нужно чётко отследить сей момент. Возможно, вы сами себя ставите в положение, когда, что называется, без вины виноватая. Давайте посмотрим партнёра. И здесь вы видите приятную картину, которая говорит о том, что, знаете, человек может на самом деле быть добрым. Доброта душевная, оказывать помощь тем, кто слабее его, любитель природы, птиц и животных. Иногда это может быть даже некий альтруист. Ну такой, знаете, тем, кто слабее, тем, кому действительно нужна помощь. Это может быть и кинолог, и может человек быть волонтёром, меценатом, помогать. Или просто быть неравнодушным к братьям нашим меньшим. Но это не обязательно подводить чётко под понятие «добряк» или «природолюбец». Иногда человек склонен довольствоваться меньшим, на что он способен. Возможно, из-за слабой мотивации или более низкой, заниженной самооценки. Или же человек может бояться ответственности за что-то большее, за что-то важное. Поэтому он не делает больших и крупных шагов, довольствуется малым и получает, соответственно, какое-то небольшое поощрение. Это может касаться и работы, и также отношений. Возможно, вы чувствуете пресс на себе и некую ношу со стороны окружения. Какое-то давление в это время партнёр может помогать кому-то другому. И в отношениях не брать на себя роль твёрдого мужского плеча, роль мужика, хозяина. То есть он более аморфный, более благостный, с одной стороны. Но в это время вы чувствуете себя беззащитной. А возможно, вы сами призываете к тому или к нему, даже к его совести, что давай уже возьми себя в руки, рухля, тряпка, ну или как-то по-другому. Просто любимый, да, зайчик, зайчёночек. Ну возьми ты себя в ручки. Или посмотри, как мне плохо, да, мне требуется твоя защита. На сути человека показывают доброго. Иногда надевают маску добряка, добродушного, чтобы угодить окружению, чтобы мнение о себе сохранить хорошее. И так может быть. Давайте посмотрим, что вас вообще объединяет. Вот такая картина. Давайте так положим. Карта пёстрого дудочника больше показывает о ярком начинании и прекрасных обещаниях. Кого-то из партнёров, да, одного из партнёров, возможно. И кто-то здесь манипулирует, а кто-то ведётся вот на эту дудочку. И также прекрасное начало и красивое продолжение может закончиться печально, грустно. Или быстро, или у кого-то эта песенка длится очень долго. Но всё-таки Аркан показывает на нечестную, манипулятивную игру. Игру чувствами, игру в этих отношениях. У кого-то появляется азарт, просто азарт манипулятора. Возможно, это вы. А возможно, это ваш партнёр. Мы смотрим карту, которая вас объединяет вообще, да. Что сейчас, вот суть ваших отношений. Что происходит и каких результатов можно ожидать. Но при желании меняться, давайте посмотрим. Возможно, оно есть. Вот давайте мысли ваши и мысли партнёра. Сейчас, смотрите, вы оба такие настойчивые, настырные, да. Оба воины и с мечами. И вы, и ваш партнёр. Давайте. Расшифруем. Хотелось бы сказать, сизифа в труд, девочки. То, что у вас, у вас на уме, в вашем мысли. Кто-то из вас уже понял о тщетности своих действий. Иногда здесь энергии не хватает внутренней, да. Бороться с обстоятельствами или что-то изменять. Иногда обстоятельства внешние мешают развитию. Но это идёт с вашей стороны. То есть здесь тщетность и бесполезность усилий, которые вы можете ощущать и понимать. Да, что происходит. Вот вы постоянно крутите эту мысль. Даже если бы что-то зависело от вас, вытащить вот этот меч, на самом деле это бессмысленное занятие, да, которое вы что-то понять, постичь, возможно, в отношении этого человека. Опять же, это тщетность. То есть иногда, может быть, и не стоит даже понимать, да. То есть опять же, у вас карта предупреждения, девочки. А вот у мужчины, понимаете, несоответствие его мыслей, его образу, ему внешнему более-менее приличному виду. Потому что то, что мы видим в его мыслях и, соответственно, в его подсознании, говорит о том, что человек, он внутренне страстный и противоречивый. Его обуревают различные фантазии или желания обладать. То есть не такой уж он мирный, добрый и хороший на самом деле, да. Либо здесь хорошая маска при плохой игре, ну или же ещё и игра хорошая, да, при хорошей маске. Ну тогда вообще манипуляция чистой воды, да. И всё-таки внутренне это может быть очень красивый и быстро разворачивающийся роман с натиском этого человека. Хотя он может это проигрывать в своей голове, но что-то всё равно он должен, знаете, даже вот через этот типаж делать какие-то активные действия. Основной момент — это всё-таки отношения страстные, и они могут быть краткосрочными. На длительный период времени запала этого человека не хватит, и он будет идти как бы вспять, да, немножечко отдаляться. Вот типичный холерик с флегмой, с флегматиком. Двойной типаж, двойной архетип. Ну хорошо, давайте посмотрим ваши чувства. Прекрасная карта и чувства партнёра. Вам может не хватать любви к себе и получения материальных благ, помощи. Вот как раз это то состояние, когда вы этого достойны. Вы достойны лучшего, да. Возможно, кто-то из вас любит себя всё-таки. Вы прекрасны и вырождены были для красоты, для любви, для признания вас, вашей ценности, вашей значимости. Не только в словах, но ещё и поступками подкрепляют, да, потому что материальными. Ну потому как вы действительно не только для того, чтобы лапшу с ушей собирать, да, и всё сама-да-сама. Каждая женщина, по сути, своей богине. Конечно же, достойна, чтобы мужчина-партнёр её боготворил и выполнял мужские свои обязанности, обязательства. Это поддержка, да, подарки. Энергообмен, он должен происходить обоюдно. Женщина даёт любовь, красоту, ласку, заботу. Мужчина даёт безопасность, поддержку, помощь и защиту. А что мы видим у мужчины? А вы знаете, вот здесь как раз-таки переход в свободное отношение. И, возможно, этот мужчина всё-таки сейчас он то ли сам по себе, вот чувства его переполняют, но ему нужна лёгкость. Ему нужны либо отношения на расстоянии, либо он от вас постоянно куда-то вырывается. То есть такой свободный, свободный герой. Свободный герой-любовник даже, я бы сказала. Достигнул победы или как-то взбудоражил, и всё, и был таков, улетел. Очень похоже на ассоциацию с шутом. В картах второй, если вы помните, то есть когда человек всё-таки ничего никому не обещает и живёт для себя. То есть он, когда чувствует, что его сильно привязывают, а он всё-таки тонкая натура, чувствующая, чувствительная, несмотря на свой азарт хищника временами, он чувствует себя плохо, когда не свободен, когда его заставляют. То есть, знаете, вот здесь заставляют что-то делать. Или когда ему каким-то образом нужно вкладываться в отношения, в партнёра, в свободный художник, я бы даже сказала. Давайте посмотрим со стороны это окружение, что к вам идёт. Смотрите, какая интересная карта. Можно сказать, что здесь идёт борьба добра со злом, и грани человеческих характеров могут раскрываться по-разному. Сегодня вы плохая для этого человека, завтра он для вас. Также от окружения вам придёт осознание того, что счастье любит тишину, во-первых. Даже если всё плохо, и вы сами уже осознаёте, что дальше нет пути общего, совместного, не стоит рассказывать всем и вся, потому что кто-то будет осуждать, кто-то вам будет сочувствовать, и тем не менее сами вы не сделаете каких-либо выводов. Кто-то вам может рассказать, что вы попались на дудочку искусителя, обольстителя. Это может быть так, а может быть и не совсем правда, потому что в этом человеке тоже есть и хорошее, и плохое, так же, как и вас. Выбор, выводы делает только вам. То есть здесь могут и к вам приходить люди, или обстоятельства будут складываться так, что вы можете сомневаться, и вам придётся выбирать между белым и чёрным. То есть, скорее всего, вмешательство в ваше отношение с любой целью, хоть с благой, хоть и с отрицательной, внесут дисбаланс в ваши сердца, в ваши души. Хотя могут и оказать некую помощь. То есть здесь идёт прям такая борьба неравенства, когда и нет, как день и ночь. А теперь давайте посмотрим перспективу, что дальше. Ну и здесь мы видим страхи. Страхи могут быть надуманные. Как говорится, у страха глаза велики. Также это страх расставания. Может быть, изначально кто-то боится. Или здесь есть также страх ревности. То, что человек мы видим всё-таки свободный. И тем не менее, если сделать некое резюме, подвести итог. Взялся за гошь, не говори, что не идёшь. То есть, глядя в лицо опасности, вы становитесь сильнее, мудрее. Вы проходите свои собственные уроки. С другой стороны, если вы чувствуете, что вы не в состоянии выдержать эти отношения, допустим, что-то идёт не так, и вам уже сложно. Тем более в мыслях. Вы понимаете, здесь как рекомендация, что это тщетность, что не стоит тратить время. Для кого-то это проиграется. Возможно, вы уже сами понимаете. Вот вам нужен только ещё один, допустим, некий толчок. И по данному аркану здесь также рекомендация, что нужно любить себя и заниматься собой. И также, если вы не чувствуете поддержки любви, уважения, в том числе поддержки материальной, есть ли смысл вообще биться, что-то узнавать и переживать. Тем более, что, судя по вот этим арканам, мужчина всё-таки может добиться чего он хочет. Мы видим ещё манипуляцию, причём, ну, возможно, взаимная, да, и всё-таки карта расставания, что мужчина чувствует или пришёл к выводу, или придёт в скором времени, да, что настала пора расставания. Поэтому, дорогие, я надеюсь, информация для вас была интересна, полезна. Вы напишите ваши комментарии, как проигрывается с вашей ситуацией, было ли вам важно услышать непростое сочетание арканов и вот эту информацию, которая пришла для вас, тем не менее. Если вы правильно выбрали данное видео, возможно, кто-то из вас просто хочет поддержать мой канал и смотрите для интереса. Мне также будет приятно услышать и ваше мнение, дорогие. Тем же, кто желает обратиться на индивидуальный приём просмотра, осмотрю я экстрасенсорно, пожалуйста, пишите, контактная информация будет под данным видео. Ну и до новых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok